Всем здравствуйте! Меня зовут Юлия и вы на канале Вязаная История. Сегодня я хочу начать свой новый влог с куколки, которую вы уже видели. Эту малышку я показывала в прошлых видео, связала я ее для мастер-класса, как раз таки на YouTube канал и снимать я его буду в марте. Так как у меня заказали такую же вторую девочку, но с другими волосами, я ее связала и делюсь с вами тем, что у меня получилось. Вот такая получилась малышка. На самом деле, мне кажется, ее личико прям очень-очень детское, миленькое. А вот эта вторая куколка, она уже такая более повзрослее. А это озорная малышка. Вот так они смотрятся с разными прическами, хотя схема у них одна. Даже голову я вязала по одной схеме, но, смотрите, видать вязала плотнее, это больше голова и более такая квадратная. А это получилось кругленькое. Все еще зависит от набивки. Скорее всего, у этой куклы просто больше в щечках наполнителя. Вот такие, по одной схеме и совершенно разные куколки. Ну, а я сейчас хочу собрать посылку, потому что пойду сегодня на почту отправлять вот эту куклу и вот эту. Две куколки у меня поедут в Германию. И хочу собрать эту посылочку вместе с вами, показать, как я упаковываю свои игрушки. Я буду использовать вот такую коробку. Покупала я ее отдельно, у нас продаются такие в обычном магазине. Так, сейчас я ее открою. Она очень большая, как раз для размера моих куколок. Внутри коробки я буду ложить наполнитель. Я уже заранее приготовила. Хотела положить какой-нибудь коричневый или просто цвета древесного, но нет у меня такого закончился. Поэтому я взяла вот такой зелененький. Ну, я думаю, хорошо подходит к коробочке. Такой весенний, как раз когда посылка дойдет. Там уже в Германии, наверное, будет во всю весну. Так что, мне кажется, наполнитель подходящий. И все. Теперь я вожу свой куколок. У этой куколки есть такой маленький зайчишка. И вот эту малышку тоже я вожу в эту же коробочку. Ну, и так же я хочу положить таким небольшим сувенирчиком вот такую вязаную игрушу. Просто в качестве такого маленького миниатюрного презента. На этом все. Коробочку я сейчас перевяжу. Вот такое. Ниточкой, плечевкой, крашеная. Они продаются всевозможных цветов. И я вот выбрала такой, как раз подходящий к коробке. И есть у меня еще наклеечка, которая хендмейт такая. Вот цвета. Вот такого же цвета. Но не знаю, клеить ее или нет. Мне кажется, она будет немножко лишней к таким цветам на коробке. Ссылочку я свою отправила. Единственное, мне пришлось все-таки убрать грушу, потому что из-за нее вес был более 500 грамм. Там выходило около 510. А это значит то, что стоимость посылки возросла практически на 3000 деньги. А если вес меньше 500 грамм, то сумма уже получается такая, какую я изначально и запланировала. Поэтому пришлось ее вытащить. Ну, остальное все полностью с заказа уехало. Так что посылочка моя уже отправилась. И я теперь единственное, что буду переживать, чтобы она хорошо дошла. Вот теперь я расскажу вам про свои вязальные дела. Дальше, что мне удалось связать. Я довязала полностью мальчишку, доделала мастер-класс. Думаю, вы уже видели, что на канале есть все три части. И еще я связала ему кофточку крючком. Такая она получилась. Очень простая. Я старалась сделать ее максимально похожей на ту, что связано с спицами. И изначально я не стала снимать мастер-класс спицами подробно, как и хотела. А вместо того, чтобы тратить время на съемку того, как вяжу спицами, я села и связала крючком. Ну и в итоге выставила просто экспресс-мастер-класс, в котором на словах рассказала. Темпом видео было на 6 минут. На словах рассказала о том, как я это вяжу. А под видео в описании я оставила схемы на вязание крючком кофточки и на спицах. Но многим не понравился такой формат. И я убрала доступ к этому видео. В итоге просто села и связала все-таки. Переборола немножко себя и связала на камеру, как я вяжу спицами эту кофточку. Получился такой подробный мастер-класс. Примерно на час времени. Но зато по петельам, каждая практически петелька вывязывается на камеру. Вы все видите и можете повторить точно так же. Описание кофточки я просто оставила также в текстовом формате под видео с третьей частью. Вот, все полностью закончила по мальчишке. Видите, мне пришлось еще связать одну ему шапочку. И теперь я могу наконец-то убрать эту игрушечку и заняться другими своими проектами. Первое, что хочу вам показать, это вот такой аксессуар, принадлежащий неожиданной для меня игрушке. Потому что месяца два или три назад я пересмотрела полностью этот фильм, там две части, и была таким небольшим фанатом этого персонажа. Вот его шляпа. И вот он сам. И это Мишка Паддингтон. Я была в восторге, когда получила заказ и увидела его в этом списке. Это платный мастер-класс. Ссылочку я оставлю под этим видео на страничку инстаграм девушки, которая его создала. И в принципе всегда, когда вы видите какую-то игрушку у меня, вы можете открыть описание к видео и посмотреть. Там есть ссылки на все игрушки. За исключением моих, на которых еще нет мастер-класса. Но это бывает редко, чтобы у меня были такие игрушки. Я их вам просто так показывала. Мишка очень интересный. Я поначалу вязала и была немножко в сомнениях, потому что у него такое большое туловище, тоненькие ручки, тоненькие ножки. И как-то такое двоякое ощущение было, что я делаю что-то не так, или немножко совсем не то. Отличалось от фотографии. Но в итоге, когда я его связала полностью, собрала, то оказалось, что все в порядке. Так и должно быть так задумано. У Мишки еще будет пальто. Такое тоже интересное. Прям как у настоящего Мишки образа из фильма. Так, первое пальто я хочу связать в таком синем цвете, Василек. Кстати, мне надо два Мишки вязать, поэтому первое пальто будет синее, а второе я хочу связать вот таким вот цветом. Чуть посветлее джинсы. И, наверное, шляпы будут обе красные, либо же одну сделаю просто бордовую. Скорее всего, вот к этому пальто я сделаю бордовую шляпку. Но уже покажу вам готовый образ Мишутки чуть позже. Может быть, даже когда свяжу второго. Но пока у меня готов только один и его шляпа. Убираю в сторону и сейчас покажу вам следующую свою игрушку, которую я тоже начала вязать. Следующая игрушка у меня будет от того же автора, чей мастер-класс Мишка Паддингтон. Я его также приобрела в это же время, со скидкой 50%. У нее была распродажа на мастер-классы. И этот Мишка тоже входил в заказ. И, кстати, вот сейчас вяжу его. И тоже у меня такое опять появляется двоякое ощущение, что делаю что-то не то. Вот это его туловище. И они должны быть вроде одинакового размера спаддингтонам. Но смотрите, какая разница. Это прям, это туловище меньше. К туловищу идут тоненькие ручки. Пока что это смотрится немножко непонятно. И еще идут вот такие фигуристые ножки. Наверное, когда я соберу образ в целом, будет смотреться поинтереснее. Пока как-то... Не знаю, надо смотреть уже, наверное, в готовом образе. И это его мордочка. И этот Мишка будет Винни-Пух. Я, наверное, сейчас прикреплю вам фотографию автора, как это должно смотреться вместе. Мне так их и заказали вдвоем. Ну, в смысле, два таких, два таких. Ну, сейчас поставлю фотографию, вы все сами увидите. И вот вяжу и думаю, получится у меня передать это или нет. Такое ощущение, что у меня получается совсем другое. И еще один такой момент. Я купила в этом месяце наполнитель. Взяла сразу 2 килограмма. И он мне ужасно не понравился. Как-то плохо он набивает. Видны такие пустоты на туловище. Я не могу добиться, чтобы оно было ровное. Вроде до этого брова, у этого же продавца, все было отлично. А сейчас он какой-то... Вот так он выглядит. И он какой-то... Попался нехорош. Он сжимается и превращается, как будто бы, в вату. По идее, нужно его сжать. И он разжимается обратно, принимая прежнюю форму. А этот же... Так комкуется. Наверное, в следующий раз попробую наполнитель, который идет шариками. Я еще ни разу такой не использовала в работе. Но, наверное, уже пора на него переходить. Потому что его очень-очень хвалят. Говорят, что им удобно набивать. И это смотрится красиво. Потому что из этого наполнителя я прям недовольна тем, что получается. Голова тоже немножко неровная. Но, быть может, это знаю я и вижу только я. Но мне не хочется, чтобы мои игрушки были немножко некачественные. Поэтому буду переходить на халафайбер шариками. И потом, когда попробую, обязательно поделюсь этим с вами. Но попробую я, наверное, его не скоро. Потому что мне надо как-то доиспользовать этот наполнитель, который я взяла 2 кг. Он, кстати, нормально подходит на плюшевые игрушки, на бивку. Смотрится неплохо. А вот на полухопковый ужасно прям. Комкуется внутри и оставляет эти пустоты, которые... Если провести так рукой, их можно ощутить. Ну, здесь вроде я попыталась выровнять. Ну вот. И теперь покажу вам третью свою такую же незавершенную работу. Сейчас я все уберу и вернусь с новой игрушкой. Работа с большим количеством мелких деталей, которые вы видите на экране. Это вот такая маленькая, миленькая пчелка. Она сейчас выглядит довольно смешно. Но когда одевену я ей вот этот чепчик, то смотрится уже поинтереснее. Также у нее идет цветочек. Он пришивается вот здесь примерно, голове. Вышиваются реснички, ротик или носик уже точно не помню. Есть у нее еще вот такой воротничок. И небольшие крылышки. Так, мастер-класс тоже платный. Я оставлю ссылочку на этого автора. Если вам понравилась такая пчелка, можете перейти к автору и посмотреть ее работы. Вот так она смотрится. Она очень маленькая, быстро вяжущаяся. По крайней мере, я связала ее, наверное, за один день. А снова все связала. И на следующий день я связала чепчик. Все эти мелкие детали. Ну, конечно же, я не вязала целый день, прям без перерыва. Так, я думаю, если сесть, можно с утра и к обеду уже закончить, если не отрываясь вязать. Такая маленькая пчелка. И, наверное, на этой пчелке я закончу свое видео. Готовыми работами я поделюсь с вами уже в следующем. Соберу сейчас это все. Свяжу по один кота, ну, пальтишко, может, сразу два. Довяжу пчелку, доделаю все, допришиваю. И соберу Винни-Пуха. У Винни-Пуха, кстати, еще будет кофточка. Красненькая, красивая. Ну, как я показала вам на фотографии. У автора этих мастер-классов. Ну, на этом все. Всем спасибо за то, что посмотрели это видео. Провели время вместе со мной. Подписывайтесь на канал. До новых встреч в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok